Чё, наряжаешь уже? Помочь? Ну а я жду, когда ты уже начнёшь помогать. Мам, привет! Ой, Лёшка идёт. Только помогать начал. Чё там? Лёшенька, смотри, какой папа нам красавицу купил. Да, не ёлка, а принцесса, как твоя мама. А если она такая красивая, зачем вы её наряжаете? Ну, как зачем? Ну, чтобы она была ещё красивее. Ну да. Твоя мама-то тоже красивая, но она же докрашивается, там чё-то докручивается. Из-за этого мы опаздываем везде, да. Кто бы говорил. А чё? А ты вот можно подумать, идеал у нас. Да, причём идеал при заводских настройках. Всегда готов к выходу. Прическа, глаза, огонь, побрит, красавчик. Твои заводские настройки ещё докручивать и допиливать. Вот Лёшка уснёт, тогда и докручишь, и допилишь. Мам, а зачем на Новый год ёлку в доме ставят? Ну, как зачем? Ну, ёлка, это же символ Нового года. Люди её наряжают, а потом отмечают праздник. Я где-то считал, что так язычники делали, чтобы задобрить дух леса. Мы что, язычники? Э-э-э, язычники? Да, ты... Слушай, он как начал ходить в эту модную школу, он начал задавать какие-то странные вопросы. Там их хотя бы учат думать. Их-то мучат родителей задалбывать. Лёшенька, ну, никаким мы не язычники. Мы обычные люди, которые наряжают ёлку. Чё, папа язычник? Тут написано, что мёртвое дерево в доме – это нехорошо. Оно забирает энергию. Ну, мы же ёлку поставили в ведро, а значит, какое-то время она ещё будет живая. Живая? Мама, мы на биологии проходили. Если дерево отрубить корни, то оно расти не будет. Ведро не поможет. Тут пишут, что мёртвое дерево может создавать негативные вибрации. Вот, видишь, папа уже нервничает и психует. У папы просто был тяжёлый день. Тяжёлый год. Скоро папа выпьет своё лекарство. Скорее бы. И сразу станет веселее. Да, хотелось бы. А сколько ёлка стоит? Ёлка стоит 500 гривен. Ты столько в жизни не зарабатывал. То есть мы на эти деньги могли бы сходить? В туалет мы могли сходить. Что ты купишь сейчас на 500 гривен? Ну, а что? Я просто представил, если бы ёлки праздновали Новый год. Они бы тоже убивали человека, Ставили посередине леса и украшали шариками. Ё-моё. Мам, а мы на Новый год кому-то в гости пойдём? Ну, конечно, пойдём. Пойдём. К дяде Коле пойдём. А у него будет ёлка? У него будет самая красивая ёлка в городе. Красивее, чем городская. То есть мы могли себе ёлку не покупать? Ну, почему? Слушай, Лёша, ну, хорошо, вот, допустим, а придут к нам гости, увидят, что у нас ёлки нет, им что, уходить, что ли? Ну, как они придут, если мы в это время в гостях будем? Хорошо, а если, вот, допустим... Ты знаешь что? Лучше с ним в дискуссию не вступай. Он недавно география убедил, что земля плоская. Меня в школу вызывали. Ты опасный парень. А где звезда? О, давай звезду поставлю. О! Мам, а зачем наверху ёлки звезду вешают? Это очень давняя традиция. Люди отмечали Рождество, когда родился Сын Божий, загорелась Вифлеемская звезда. Да, но Вифлеемская звезда восьмиконечная, а у вас советская пятиконечная. Зачем мы ему купили этот ваншет? Зачем? А я тебе могу напомнить. Ребёнок к тебе подошёл и говорит, папа, откуда дети берутся? А ты ему что? А я ему что? Что? На, погугли. И что, нагуглил? Ну я уже знаю, откуда дети берутся. Смотри, дети берут... Так не надо. Я в курсе. Короче так, какая звезда была в кладовке, такую и повесили. Всё. Пап, а тебя за эту звездочку не посадят? Это же коммунистическая звезда. Маруся, слушай, может давай его обратно в эту общеобразовательную школу переведём? Ну что, после той школы он задавал лишь вопросы про булочки и про деньги, про деньги на булочки. Лёшенька, а ты может сходи в компьютер поиграй, а? Нет, мама. Папа говорит, что от компьютерных игр люди тупеют. Тебе бы сейчас не помешало. Ну может на улицу тогда сходи? На улицу. Да, иди покатайся на санках. Пап, снега на улице нет. Меня в твоём возрасте это не останавливало. Не хочешь на санках, пожалуйста, давай, помогай нам ёлку наряжать. Ну давай, эту вату тащи, сейчас будем снежок делать. А зачем делать снежок из ваты? Ну как, ну... Ну как, ну а вдруг на праздник снега не будет? А мы домой приходим, под ёлочку заглянули, а там снежок. Тут пишут, что обычно из-за этого снежка пожары и начинаются. Окей, не будет у нас снежка. Пускай у нас будет только дождик. Мам, папа уже выпил? Чё? Нет, сынок, вон та блестящая штука называется дождик. Тащи сюда. А зачем на ёлку вешать дождик? Ну, традиция такая. Может поэтому на каждый Новый год идёт дождь? Да. Лёшка, иди сюда. На, повесь этот шарик, только очень аккуратно. Этот шарик ещё и с детства твоей бабушки. Так, может тогда папа их повесит? Э, нет. Если ты его разобьёшь, тебе ничего не будет. А если папа этот шарик разобьёт, то он точно получит по шарикам. И всё-таки, для чего нам ёлка? Ну хотя бы для того, чтобы Дед Мороз прилетел и положил под неё подарки. Хм, Дед Мороз. А как он сюда прилетит, если он запрещен в Украине? Ну на сайте ж миротворец, его нету. Значит, это можно. А вот ты не мог ответить ребёнку что-то более адекватное? Что? Что он летает через Минск? Пап, а почему сани Деда Мороза запряжены оленями? Ну, сынок, я тебе как опытный водитель скажу, что сейчас не только сани Деда Мороза. Сейчас половина машин запряжены оленями. Сидят в машинах, рога мешают повернуть голову в зеркало посмотреть. Копыта не дают, поворотники включать. А рядом сидят оленихи в шубах и мешают. На дороге сейчас вообще лучше не выезжать. Пап, а Дед Мороз развозит подарки детям по всему миру? Ну да, конечно. А как он проходит таможню? Ну он же волшебник, ему не обязательно подарки растамаживать. Да. Как Дядя Коля? Нет, сыночек, Дядя Коля делает это не совсем законно. Так может познакомим его с Дедом Морозом? Какой смысл? Все равно Дед Мороз не справится с такими объемами, как у Дяди Коли. Дед Мороз-то делает это раз в год, а Дядя Коля минимум три раза в месяц в фуру загоняет. Так что тут волшебники надо посерьезнее, чем Дед Мороз. А что мне Дед Мороз подарит? Ну... Наверное то, что ты в письме писал. Да. Может конструктор, не знаю. Мы же не знаем, мы же Дед Мороза. Не знаю. А я успею изменить заказ? Почему изменить? А зачем это? А что случилось? Ну, я просто в шкафу конструктор нашел. Я тебе говорил? Я тебе говорил, давай в кладовку, а ты в шкаф, в шкаф. Блин, что я теперь делать ему? Расческу свою подарил, что ли? А почему подарки кладут под елку? Очень просто. Ну вот смотри, папочка наш утром проснется, глазки откроет, а там опа, сразу подарочки. Ну да, это удобно. Ну я-то под елкой не сплю. Я тоже в твоем возрасте об этом не думал. Но с возрастом взгляды меняются. Так что считай, мы тебя готовим к взрослой жизни. А правда говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Это правда. Конечно, правда. То есть папа весь год будет пьяным и смотреть телевизор? Папа, весь год, я чувствую, будет ходить вот с такой вот головой от твоих вот вопросиков. Слушай, может мы его бабушке на Новый год отвезем? Мама просила больше его не привозить. Почему? Ну помнишь, после того случая на Пасху, когда он батюшку от церкви отговорил. Ладно. Я попробую узнать, как можно вернуться в обычную школу. Спасибо большое. Тут пишут, что следующий год, год золотой крысы. Вот у нас страна. Как не свиньи, так крысы. Как не крысы, так свиньи. Черт его дери. Пишут, что на столе должно быть то, что любит крыса. А что любит крыса? А ты бабушке позвони и сам у нее спроси, что она любит. Так. Лешенька, папа шутит. Давай я тебе расскажу. Значит, слушай, крыса любит... Лазить по мусоркам и жить в подвале. Родители, извините, но я с вами как Новый год проводить не буду. Как? Почему? Лешка, ну что ты, ну не сгущай краски. Но ведь скоро праздник. Это такой волшебный праздник. Можно загадать любое желание, и оно обязательно сбудется. Нет, это неправда. Вон папа каждый год одно и то же желание загадывает. Но бабушка все равно приезжает. Это правда. Мам, а кто придумал салат Оливье? Француз, французский повар Люсьен Оливье. Папа. Ой, а где наш папа? Папа, я тебя вижу. Черт, я же так классно спрятался. Ну что? Оливье, это же французское блюдо. Ну? Почему тогда французы на Новый год его не едят, а мы едим? И вообще, этот французский повар знал, что он смешал в одном салате несовместимые продукты. Вообще-то под алкоголь они очень даже совместимые. Понятно? Пап, а зачем вы каждый год смотрите обращения президента? Вы же его все равно не слушаете. Ну, пока мы наливаем, он там говорит, какой был сложный год, и какой следующий будет еще более сложный. А если он скажет, что следующий год будет хорошим? Значит, это не наш президент. Сто пудов. Мам, а почему на Новый год такие большие очереди в супермаркетах? Ну, люди закупаются на Новый год. Люди тарятся. На весь год? Нет, только на праздник. А почему тогда еды берут, как на год вперед? Просто люди думают, что если год будет плохим, то они хотя бы на праздники наедятся. Весело. А в Скандинавии на Новый год принято хрюкать по столам, чтобы отогнать от семьи нечисть, болезни и ненастья. О, а я и не знала, что наш папка-то родом из Скандинавии. Да нет, вообще-то если бы я был из Скандинавии, то я бы отогнал всю нечисть. А так твоя бабушка все равно каждый год возвращается. О, легка на помине. Заходи. А. Привет, соседи. Здорово. Я у вас вчера щепотку соли брал. Ну. Верну с процентами. О, да не надо было, что там. Спасибо. А вы ёлку наряжаете, да? Ну да. А я вот Новый год не праздную. Чего? Считаю его языческим праздником. И мёртвое дерево, оно создаёт негативные вибрации. Вата может загореться, а за звезду вас могут посадить. Маруся, а ты случайно с нашим соседом? Егор, даже не думай. Нет, нет. Просто Евгений Валерьевич помогает Лёшеньке учёбу подтянуть. Да, 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 да. А, так это ты его наузкиваешь на эту фигню. Ну-ка иди сюда, сосед. Сейчас я тебе эту соль... Стой! Яна, ну ты можешь мне наконец-то объяснить, какого хрена мы пёрлись через весь город по пробкам? Вот сюда вот. Бусь, короче, я подумала... Ты когда думаешь, это обычно чем-то стрёмным заканчивается. Буся, мы уже с тобой вместе целых пять айфонов. Ну, в смысле, целых пять лет. И мы с тобой, так сказать, уже прям семья. Странная логика. Ну ладно. А учитывая, что мы с тобой уже как бы семья, то у нас должна быть такая новогодняя традиция. Пхаться куда попало по пробкам. Классная традиция. Буся, ты знаешь, как я люблю фоткаться? Да блин, кто ж не знает. Все ж видят твой инстаграм. Вот она я проснулась, вот она я покушала, вот она я накрасилась, вот она я сфотографировалась. А вот я фотографирую, как я фотографируюсь. Слушай, Янка, я уже начал закрываться в туалете на две щеколды. Боюсь, что ты меня вот это вот там сфотографируешь и запостишь в своем инстаграме с подписью «Это мой Буся, он срекает». Буся, ты что, с ума сошлаешься? Совсем тютю, что ли? Ну какой пост? Максимум сториз! Буся, ой, мы же еще здесь не сфоткались. Давай, улыбайся, Буся. Началось. Блин, лучше бы вакцину от этого селфи-вируса придумали, блин. Я и Буся в фотостудии. Я и Буся? А, так вот что мы сюда приехали. Так а нафига мы аж сюда перли, что мы дома не могли это сделать? Буся, ну у нас будет семейная фотосессия, ты чего? Семейная фотосессия? Буся, я хочу, чтобы у нас остались воспоминания об этом году. Да, у меня прям был офигенный год. Его хочется запечатлеть на фотопленку. Буся, ну что это все? Бу-бу-бу-бу-бу-бу, ну это же модно. Все, что у тебя модно, обычно это полная хрень. Вэл, вэл, вэл. А кого это Кендри на фотосессии занесло? Ёбаси, он выглядит шамейзин. И она, это кто? Это фотограф. Я не понял, а что? Фотографов-натуралов на земле больше не осталось. А кто это такой симпатяшка? Какая харизма. Какой типаж. Слышь, я тебе сейчас твой типаж на харизму натяну. Какой напористый. В общем, это моя Буся. Привет, Буся, я Эндрю. Можно просто дрю. Яна, поехали домой, пока кто-то тут кого-то не вздрючил. Поехали. Ну, Гор, ну ты чего? Ну, подожди. Ну, Эндрю, это очень крутой фотограф, понимаешь? Крутой фотограф? Блин, я уже скучаю по этим пляжным фотографам с зенитами и обезьянкой на плече. Бусь, ну пойми, что Эндрю, это реально очень классный фотограф. У него сейчас будет супер-пупер съемка для очень крутого журнала с 50 голыми моделями. Что, реально? А они тоже здесь будут? Нет, у тебя есть я. Жаль. Ну, в смысле, я рад, рад. А что, мы тоже будем голыми? Нет, конечно. А мы для какого журнала сниматься будем? Голые и смешные. Нет, пусть у нас будет просто семейная фотосессия. Семейная фотосессия. Времени мало, с чего начнем? Ой, короче, у меня есть такие идеи, смотри. Давай, наверное, начнем в свитерах с оленями. О, amazing. Чего? С какими оленями? Ну, свитера. Яна, мне в жизни хватает оленей. На дорогах полно оленей. В Кабмине, вот это вот, которые карантин принимают, тоже олени. Локдаун вели, тоже олени. Хорош, слышишь? Хорошо, давай по-другому. Смотри, мы на фоне елочки. Значит, я такая в этом платьице, как игрушечка на елочке. А ты рядышком зайчик. Нет. Нет, я сказал. Я не буду зайчиком. Вы хотите, можем вас поменять? Как? Она будет зайчиком, а я в ее платье? Нет. Буся будет снеговичком, а Яся будет зайчиком. И зайчик будет грызть морковочку снеговичка. Яна, это какое-то фото порно? Нет, ну это его такое видение, понимаешь? Слушай, мое видение. Давай ты засунешь себе поглубже свою морковку и сам себя сфоткаешь. Вот такое у меня видение. Мусечка, не волнуйся ты так. У меня вся морковочка мытая. Блин, я вот понимаю, что он говорит про обычную морковку. Но у меня уже мозг неадекватно это воспринимает. Мусечка, послушай. Ну давай вернемся к изначальной идее. Смотри, я в платьице, ты рядышком будешь в зайчике, а вечером я оденусь в костюм снегурочки. И что ты думаешь, меня это соблазнит? Я обмажешь сливками. Сгущенкой. Вареной. Договорились. А ты можешь завести. Так, давай. Давай, что там? Ой, Яся, он у тебя такой олдскульный. Вот ты не представляешь, что он дома делает, во что он одевается, как мы фоткаемся. А здесь он, видите, стесняется фоткаться. Я знаю, это все из детства. Наверняка его кто-то криво сфотографировал на утреннике. И все, травма на всю жизнь. Пусть ты! Это полная хрень. Какой симпатичный зая. Тебя вообще никто не спрашивал. Зая, короче, ты прям вообще как зайчик из плейбоя, вау. Только надо хвостик поправить. Да я этот хвостик еле впихнул туда, блин. Зайчик, хвостик, зая. Так, ну что, приступим. Становитесь к елочке. Яся, ты в лу, а Буся в пул. Нет-нет-нет, точно оборот. Буся в лу, а Яся в пул. Слышь, давай я тебя сейчас в е, и ты в срё. Он имел в виду, что я в верхний правый угол, а ты в верхний левый угол. Так что, так нельзя сказать, что ли? Это же долго. Ну что, давайте работаем. Работаем. Так. Слышь, а шо он даже в фотоаппарат не смотрит? Ну он же суперпрофессионал. Всё хорошо, только Зая какой-то немного зажатый. Зая. Да потому что у Зая морковочка зажалась немножко. Блин, ну будут классные фотки, ты потом ещё сможешь это своим внукам показывать. Я если ещё две минуты в этом костюмчике постою, можно и о детях забыть, да. Зая, ну выдави из себя улыбочку. Я ещё как даванутый, ты задохнёшься у меня. Буся, улыбнись. Не буду. Улыбнись. Не буду. Хорошо, тогда я продлеваю ещё на час фотостудию, пока ты не улыбнёшься. О, о, другое дело, другое дело, отлично, отлично. Всё, хоррэ, я закончил, я пошёл перед его. Куда, 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 куда? Что? А теперь дай мне больше секса. Чё тебе дали? Буся, Буся, он имел в виду, что страсти, страсти в глазах. Страсти? Давай, страсти. Я же так и говорю, больше секса. Дай мне больше секса. Тебе больше жрать надо, а не секса. Весь истрёпанный уже. Ну попробуй, у тебя получится. Выдави из себя секса. Ну выдави, ну выдави секса. Чуть страсти, страсти. Отлично. Супер, супер. Всё, хоррэ, всё, я пошёл. Стой, стой, подожди, теперь делайте вид, что вы целуетесь. Вы целуетесь, как будто вы целуетесь, да? Только ты, типа, целуешь Ясечку, а смотришь на меня. Губки на Ясечку, глазки на меня. Губки на Ясечку, глазки на меня. Больше, больше. Больше, отлично. Ещё больше. Да фото, я уже, у меня сейчас челюсть заклинит, блин. Всё, хоррэ. Отлично, не волнуйся, Зай. Если что не так, я тебя потом отфотошоплю. Что ты со мной сделаешь? Буся, 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 он потом исправит фотку на компьютере. Так так и говори на компьютере. Давай, зайка. У нас ещё остался один образ. Какой ещё образ? Петух, овца, волк, кто? Нет, бык. Кто бык, слышишь ты? Бычок с рогами. Чего это? Буся, короче, следующий год, это же год быка. И мы так что-то подумали, что, короче, ты типа бык, а я твоя целочка. Так а нахрена костюм одевать? И так понятно, что ты моя тёлка. Ну, Буся, пожалуйста. А он типа шо, снимать будет, как я тебя осеменяю? Буся, пожалуйста, иди приеду. А у тебя бычок с норовом. Ясечка, я совсем забыл. Ты ж хотела его ещё в один костюмчик нарядить ёлочкой. Слушай, давай без этого. Ну, реально он нервный. А то ещё возьмёт, все твои шарики разобьёт. Слушай, Ян, какой ты говоришь там год следующий? Бусь, короче. Тогда вот это шо? Шо вот это такое? Шо вот это такое, а? Бусь, короче. Ну, просто на прокат не было костюма быка, была такая корова. И, короче, мы с Эндрю подумали, что типа ты корова, а я тебе буду доить. Это вы с Эндрю придумали, да? А мне кажется, ты это сама придумала, как только со мной познакомилась. Бусь, короче, ты стоишь вот, а я тебе, короче, за сосочки дёргаю. Ну, ты так у меня первый айфон выдурила. Ну что, сделаем пару снимочков, может быть, да? Да не, я не буду в этом всё взыматься. Да ладно, немножечко. Один снимочек, как она тебя доит, и всё. Слышишь, я бандосам должен пол ляма долларов. Если они узнают, что меня можно доить, всё, мне капсдос, я раздеваю. Ну, Буся, ну ты же фан, это же, ну это же прикольно. Ну хорошо, давай я тебя типа прикрою, и ты будешь типа а-ля бык, окей? Отлично, отлично. Бусян, твоё вымя упирается мне в спину. Это не вымя. Это бычок пришёл с 21-го года. Пошли встречать Новый год. Ты чё это? Пошли, ты ж моя тёлочка. Папа, отгадай загадку. На дороге он стоит и за скоростью следит. Тупой гаишник. А почему сразу тупой? Ну потому что если бы был умный, то был бы в кустах или в машине сидел. Кирочка, ты не слушай папу. Правильный ответ – дорожный знак. Папин вариант смешнее. О! Ну это да. Ой, ё-моё. Что такое? Да вспомнишь про оно, вот и оно. Так а что, мы что-то нарушили? Нет. Твойная сплошная. Нет. Красный свет. Нет. Дыхни. Да не пил я. Так а чё ты волнуешься тогда? Кира вон у нас, без автокресла. И чё? Ремень безопасности через плечо. Законы читать надо. Так, Саша, не вздумай ему платить. Хорошо. Мы едем за моими новыми сапогами. Да помню я, помню, всё. Кирочка, спрячься. Давай, давай. Свято наближается, свято наближается, свято наближается. Свято наближается, свято наближается, свято наближается. Пригоды кличут, новоречную ночь дива, чекают, швидше вырушают. Доброго вечера. Здрасте. А чё это вам в такую погоду дома не сидится? А як же ж, як же ж я можу сидіти вдома, коли тут Новый Рек, так и свято нам в цём уроке столько всего понадаровали. И фотофиксацию разрешили. И евробляхерам растаможку запретили. А тут ещё и автокрисло. А мы-то тут при чём? Ну. Я кто? А где ж ваше автокрисло? Так у нас и ребёнка там в машине нету. Да. Серьёзно? Да. Ой, выбачьте, я, мабуть, что-то переплутал. Счастливой дороги. До свидания. До свидания. А кто-то хочет конфетку від Діда Мороза? Я! Ага! Кира! Кира! Я сколько раз говорил, а не брать конфетки у незнакомых дядей. Ну ладно, ладно, это же хороший дядя, он дядя-гаишник, его можно, да. Спочатку расскажи виршик. Тупой гаишник на трассе стоит и за скоростью следит. Если б думал головой, а не задом, сделал это из засады. Это ж кто-то такой гарный виршик придумал? Папа. Кира. Ой, жалко, ребёночка. Такая гарна девчинка, а папа у неё такой непрошный. Ну, что будем робити? Слушайте, может, давайте на первый раз просто устное предупреждение, и можете пальчиком так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, будем оплатить штраф. Пятьсот гривень. Пятьсот гривень? Ничего себе! А, не, погодьте. Вы будете вертаться цією ж дорогою? Ну, допустим. Тогда повторное правопорушение, то уже вісімсот гривень. Вісімсот гривень? Слушайте, давайте так. Я вам двести, и вы меня отпускаете, а? Ну, шо, вы на дитях экономите будете? Ну, не-е-е-е. Послушайте, зачем вообще нужны эти автокресла? Ну, яхто зачем? Шобу захистити дитину від, не дай бог, ДТП. Да лучше б вы защищали нас от тех, кто эти ДТП устраивает. От пьяных, богатых, наглых. Да. Защитим. Позднее. Наверное. А пока шо официально разрешено штрафовати теки бідных родителей. Прям как в школе. Ага, не говори. Читаємо законы. Привезення у транспортному средстві дитини ростом менше 145 сантиметрів або віком менше за 12 років запрещено без спецсредств. О! А шо такое спецсредства? А ну-ка глянем. Ага. Так, спецсредства. Это у нас дубинка, наручники и слезоточивый газ. Видите, про кресло вообще ничего не сказано. Хорошо, придавіть, будь ласка, дубинку, слезоточивый газ. Дезик подойдет? Не-а. Не подойдет. Послушайте, вы што, вот так вот всех подряд прям штрафуете? Конечно, всех подряд без разбора. Ну да, конечно. Вот останавливаете вы машину прокурора, допустим, и смотрите, там ребенок без автокресла, и сразу начинаете штрафовать его, да? Не-не-не-не-не. Якщо ль дитина родилася в сім'ї прокурора, я за її життя вообще не переживаю. Там все буде пучком. Слушайте, ну серьезно, закон только вышел. Мы не успели купить это кресло. Да я все понимаю. Ну мы ж українці, мы законопослушні граждані. И закон рівен для всіх. Ось, вы не думаете легко, у меня напарник ростом 143 сантиметри. Оно сидит в машине в автокресле пристебнутый. А-а-а. Вы шо? Можете подивитись, сидит там дай-дай-дай-дай. Дай-дай-дай-дай-дай-дай. Не Даш плачет. А Даш улыбается и какает. Вы сейчас серьезно, что ли? Да, ну там у него проблема с головой. Після того, як ГАИ расформировали, он так в депресію впал. Жуть, вообще. Він же крім свого дай-дай-дай-дай-дай. Нічого не вміє. Слава Богу, шо-то поліцію придумали. Ну шо, шо решать будем? Ну шо, будем платить. Саша, сапоги. Да я помню сапоги. Якщо не хочете платить штраф, ось, будь ласка, ознайомтесь с автокресла. Це стартап моєї жіни, інтернет-магазін. У нас отличний асортимент, будь ласка. Не, ну понятно. Слушайте, а вот что вы будете делать с маршрутками і автобусами, а? Це гарна ідея, дякую. Я про них і не подумав. Чувствую, у мене цей рік буде мега-прибыльним. Хо-хо-хо-хо. Ну шо, ви там, выбрали? Послушайте, тут ціни в три рази дороже, ніж в інтернете. Конечно, ну тут же ж з доставкою прямо на місто нарушення. Слушайте, давайте, наверное, оформлять протокол. К сожалению, протоколи закончились. Можно либо на місце, либо выбрать кресло с асортимента. Ладно, хорошо. Вот, держите. Дякую. Все, мы можем ехать. Куди ехати? Ми так з вами гарно гралися. Давайте ще пограємось. В смысле? З вас штраф 800 гривень за повторне правопорушення. Какое повторне нарушення? Ну то ви гроші дали за цю дівчинку. Так. А тепер за цю. Нет, спасибо, конечно, за дівчинку. Только вообще-то я его жена. Это моя жена. Ага, жена. А с початку і дитини в машині не було жена. Да-да. Какая она вам дівчинка? Да. Какая? Ну, судя через розміру груди, где-то десятилетняя. Що ви себе позволяєте? Так, подождите, ви посмотрите на ню. Невоспитана. Знаєте, хто я? Кирочка, скажи, хто я? Мама Вика. А? Хорошо. А хто я? Дед Мороз. О! Держи конфетку. А друга, девочка, хоче конфетку? Да, поймите, я... Я рожала. Ну і шо? Ми все грали себе в дочки-матери. Я тоже рожал. Я і щас двойню вынашиваю. І шо? Хорошо, задайте мене просто вопрос, на который не знает ответ 12-летний ребёнок. Да. Пожалуйста. Де находится коленвал у роторного двигателя? Ладно, Саша, заплати, поехали, фиксим с сапогами. На будущее у роторного двигателя нема коленвала. Я так і знала, ну вот... Мама, а давай ми тебе на Новий год вместо сапогов Подарим автокресло. Моя ти бусечка. Все, ми п'їхали. До свидання. Подождите. Якось неудобно получилось. Новий рік все ж таки. Може на барнику шо-то добавите? Да. Да. Питянувся. Опять. Ну дайте, дайте, бо він буде плакать. Ладно. О, бачте, улыбається. О, господи. Поехали отсюда. Вон в памперсе. Все, все, поехали, поехали. Пап, а нам точно можно было брать украшения с городской елки? Конечно. Ну не может елка выглядеть красивее, чем сам город. Правильно? И потом, у нас на центральной площади здание одно недостроенное, а с другой стороны будет недоукрашенная елка. Гармония! Так, ладно, давай, малой, иди украшай елку, а я пока тут старый год проведу. Тише, почистишь мандаринку, помой ее. Да, еще раз. Пусть и рук останутся бактерии. Или подожди меня, я сейчас приду, включу кварцевую лампу. Сосед, ты что, чихнул дома и тебя выгнали? Да нет, хочу вот сыну сюрприз сделать, подарочек запаковать. О, прикольно. О, слышь, а дай мне тоже бумагу. Дай. Да, пожалуйста. О. Тоже будете подарок запаковывать? Ты че, бумага это и есть подарок. Хочешь кораблик делай, хочешь самолетик. Надоел самолетик, раз пилотку сделал. Три в одном. Бомба. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне нужна 148-я квартира, вы с нее? Нет, 147-я. А может быть вы? А вы что, за кабельное собираете? За мусор? Из ЖЭКа? Тогда из какой вы, происподни? У меня доставка подарков. Все оплачено, просто нужно расписаться. О, так я совсем забыл. Это ж я со 146-й квартир, да. Давайте. Так, вот так, пожалуйста. Все. До свидания. Нормально. Вот, Лешке фартануло-то, а. Сразу два подарка. Нифига себе. Класс. Осталось только вот украшения еще взять. О. Так, это кто тут электричество мне кошмарит, а? Это, 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 мужик какой-то тут пробегал вниз, убежал я его, это. О, подарки уже привезли. Отлично. Офигеть, Лешке не фартануло. Ушло два подарка. Так, вот она, машинка на радиоуправлении. Офига себе. Прикольно. Так. А во втором подарке что? Тоже машинка на радиоуправлении. А нафига тебе две машинки? Одна для сына, а вторая для меня. Будет мне возить пиво от холодильника. Я там первую неделю после Нового года ходить вообще не собираюсь. Вы знаете, в этих машинках очень много вредного пластика. Да. То ли дело мой деревянный конструктор. Экологически чистый, из натурального дерева. Да? Да. А жена у тебя тоже настоящая или из экологически чистого дерева? Смешно. Слышь, сосед, а вот это ты новые игрушки подаришь, а старые куда денешь? Ну куда? Ну в детский дом, наверное, отвезу. Ту-у-у! Зачем тебе так далеко ехать? Вот сюда, в эту квартиру, забрасывай, все. Да нет, ну ты че, мы ж сиротом помогаем, но... Сиротом? Да. Не, ну на это я еще пойти не могу. Хотя ты знаешь, я вот когда Новый год отмечать начинаю, у меня малой бывает до двух недель без отца растет. Бедный малый. Так. О, вот и наша красавица. Пап, а дедушка Мороз точно поймет, что это елка, и положит под нее подарки. Конечно поймет, это ж елка-конструктор. Вот, сейчас иголочки. Я думаю, что дед Мороз к такой елке даже в химзащите не подойдет. Ой, да много вы понимаете, классная штука. Слушай, а не проще новую купить? Новую любой дурак купит. А вот чтоб из этой елку сделать, тут инженерное образование надо. Так. Слушай, малой. Наверное, забирай бутылочку. Это все-таки как-никак твое приданное. Иди, а я тут сам разберусь уже. Блин, пап. Че? Я уже устал ходить с тобой по этому подъезду, блин, в этом дебильном костюме. Послушай. Во-первых, дед Мороз не может дарить детям подарки без снегурочки. Во-вторых, запомни. Дети должны рассказывать тебе стихи, а не ты им на табуретке. Ты уже все табуретки в подъезде переломал. Так, шо у нас в 156? Иди сюда. Вообще капец. Хорош. Папа, папа, я не могу почистить мандаринку. Не можешь почистить, ничего страшного. Выпей витаминку. Там витаминов-то еще больше, чем в мандаринке. Ага. Только руки помой перед этим. Слушай, а не слишком он легко одет, как для квартиры? Думаете, да? Тише, одень еще две шапочки. Да, вы знаете, правда, в квартире всего плюс 20. Да, холодрыга. Это еще теплый пол включен. Дубарь, дубарь. А у меня система теплый папа. Это как? А я, когда сильно напьюсь, я могу перегаром до двух комнат обогреть. Серьезно. Выключи дуйку. Папа, у меня планшет сел. Только потому что заряжать его надо было. Я тебе говорил, все, теперь будешь без мультиков на Новый год. Да ладно, Левка, не переживай. Можешь пойти к нам, у нас там на балконе клей есть. Вот его понюхаешь, можно мультики без планшета смотреть. Дурак, что ли, советуешь такое? Не надо нам клея. Давай, иди, одевайся, а скоро пойдем петарды взрывать. Клево. Петарды? Да вы с ума сойти, они же опасны. От одного громкого шума у ребенка может шок случиться. Потом к психиатру водить. Ну твоему-то ничего не грозит, он же в четырех шапках. Петарды – это фигня. 19 век. Вот ковер и выбивалка. Вот это тема. Я иногда могу так громко хлопать, что у всех машин во дворе сигнализация срабатывает. Красава. Пап, мама спрашивает, ты продукты купил, что мы будем на Новый год есть? Сейчас, секунду, Лешка. Слышь, сосед, а у тебя в этом году какое меню новогоднее? Куча всякого. Бутеры с икрой, оливьешка, винегрет, холодец, кутя там будет тоже. Короче, ну утка, конечно, курица, для меня индюшка. И что, это все в холодильнике у тебя? Не, не поместилось. На балконе положил. Слышал? Так что, бери страховку, каску и вперед. Девятый этаж все-таки. Пап! Да? Мы же с тобой детишек шли поздравлять. Да. А почему ты пил на кухне с родителями? Понимаешь, сынок? Новый год, это такой праздник. Такой праздник, когда что-то синее танцует вокруг чего-то зеленого. Это хорошо, что я в этом году не заказывал Деда Мороза и Снегурочку. А я вот пытался заказать. Ни одного Деда Мороза не нашел, чтобы все приливки были. Чтобы ВЦЖ, чтобы корь, краснуха, ветрянка, чтобы все было проколто. Ни одной Снегурочки со справкой от венеролога. Жесть, жесть. Пап, там на улице. Подождите, подождите, по одному. Давай, говори. Там на улице Дедушка Мороз за Снегурочкой гнался. Это что значит? Они нам уже подарочки принесли? Слышишь, проныра какой сообразительный. Да. Вот, держи. Твой подарок. С Новым годом, сынок. Тишенька. А вот Дедушка Мороз пришел, тебе подарочек тоже принес. Держи. Ура, спасибо. Только перед тем, как будешь открывать, ручки помой. И перед тем, как играть будешь, ручки помой. И поиграешь, потом сложишь, и ручки помой. Да хорош уже. Пап, а мне, Дедушка Мороз, что-то оставил? А, да, конечно, вот, смотри, бумага. Хочешь самолетик делай, хочешь кораблик, хочешь пилотку. Вот, поздравляю. Бумажка и все. Ну, что? Да шутит твой папка. Вот. Это твой подарок. Ух ты, спасибо. Вставай, вставай. Машинка. Машинка. Слушай, сосед, это как бы я, ну, просто... Да ладно, не парься. Будешь мне носить пиво от холодильника. О! Это я могу, тут я профессионал. Ну, что, ребятки, а теперь пойдем взрывать салюты? Погнали! Давай, салюты! О! Дедушка, а тут хотя бы зайчики есть? Да нету зайчиков. Я тебе больше скажу. Если так лес будут вырубать, то в этой стране и людей не будет скоро. АПЛОДИСМЕНТЫ Деда, а зачем здесь столько много пеньков? Чтоб на них пенсионеры сидели. Ой, внученька. Лучше б за эти пеньки сидели те, кто их вырубает. Деда, почему у нас лес вырубают? Чтоб заработать. Заработать для людей? Для людей, но избранных. Причем самое интересное, мы же их избирали. АПЛОДИСМЕНТЫ А где теперь все эти деревья? Кто где? Кто в Германии, кто в Австрии, кто в Италии. Они путешествуют. Ну, можно и так сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ И назад уже больше никогда не вернутся? А почему вернутся? Через мебельные салоны. В итальянских кухнях, в столах, в стульях. АПЛОДИСМЕНТЫ Деда, смотри, какая красивая ёлочка. Давай мы её себе на Новый год срубим. Не надо рубить, она ещё маленькая. Мы одну веточку отломаем и украсим. Всем стоять, всем стоять! Работает СБУ! Тихо, 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 не двигаться! Веточку держим так! Что? Итолечка! Что случилось? Что? Что? Вы обвиняетесь в провышенной вырубке леса. Четыре тысячи гектаров. Ага! Кто? Я один! Ты что, дед, думаешь, мы идиоты? Но! Вас же двое! Это моя внучка. Внучка? А, это значит, организованная преступная группировка. ОПГ получается! Какое ОПГ? У нас даже техники нет! А это что такое? Двадцатитонный самосвал! Какой самосвал? Мы одну веточку! Одну веточку? Вот так вот! По одной веточке каждый день и четырех тысяч гектаров, как и не было! Ага! Деда! Кто это? А, наверное, санитары леса. Волки? Походу, дятлы. Так, 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 так. А вот у нас и фура, груженная кругляком. Какая фура? Груженная по самые борта. Так, значит, кругляк отборный, 40 сантиметров шириной и... Да, хорош! Восьмиметровый. О! Давай запишем девять. Возьми очки, они тебе нужнее. Дедулечка, я и без очков вижу, что эта фура не растаможена. Что, дедушка, любим за границу мотаться, да? Нет, я за границей ни разу не был. А вот мой отец до Берлина дошел. Так, Берлин, это что у нас? Германия. Германия, это Европа. Оба-на! Вот мы и накрыли международный синдикат черных лесорубов. Ну все, дед, теперь ты сядешь минимум лет на десять. На десять? А что, всех лучших врачей в тюрьму посадили, что ли? Чего это? Ну мне в поликлинике пять напророчили, а вы мне десять уже даете. Ничего, дед, сядешь на зону, авторитетом там будешь. Что это? Ну ты же уже лес валил. Дед, ну что происходит? Ой, внученька, есть два варианта. Либо у меня маразм, либо у них. А что такое маразм? Ну это когда те люди, которые должны охранять лес, его же и продают. Так, дед. Ты давай это. Ты языком-то не ляпай. Ты, кстати, проверил его на оружие. О, кстати, оружие. Оружие есть? Есть оружие. Да вы что, у меня вот ножик пирочинный. Спокойно! Спокойно! Тихо, 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 не рыпаемся. Изучи этот тесак. Так. Ножище пирочинное. Ага. Так, есть, значит, открывашка и есть... Пилочка! Пилочка! Ну вот, дед, расследование и окончено. Да вы что? Это ж пилочка для ногтей. Ей же даже сучок не перепилить. Ты кого сучком назвал, а ты сручок? Так, тихо, 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 тихо. Все, в управлении разберутся с тобой, дедушка. Поехали. Ребятки, у меня есть какие-то шансы? Шансы? А у тебя кум-министр? Нет. Дед-министр? Нет. Отец-министр? Нет. Значит, и шансов нет. Пакуй его. Погнали, погнали. Ага, вот они! Вот кто лес валит, видите? Вот они. Э, а ну стоять! Ага, попались! Будете понятыми. Какими понятыми? Вы что, не видите? У них ёлка, они лес валят. Да чего, дед, слепой, что ли? Это лесники. Они вон идут ёлку садить. Так, вы узнаёте этого дедушку? Вы неправильно машете. Вы что, болгары? Вот сейчас правильно. Спасибо, до свидания, свободные. Так, зафиксировали понятых. Дальше. Что ж такое? Это... О! О, слышите? Слышите, лес валят. А, нет, это у меня вибро на телефоне. Какое вибро? Вон же лес валят, ну слышите? Это бобры, дедушка. Какие бобры? Это наши знакомые бобры, пускай валят. А, понятно. Бобры нового созыва. А это что такое, а? Что? Лопатка. Лопатка? Лопатка! Лопатка! А ну, всем стоять. Всем стоять. Это специальный отдел ГБР по борьбе с незаконной добычей янтаря. Попался, дед? Какого еще янтаря? Так, за последние трое суток здесь было добыто 30 тонн янтаря. Кроме тебя я здесь никого больше не видел. Где 30 тонн янтаря маленькой лопаткой? Тише, тише, внученька, ничего не говори, а то соучастницей пойдешь. Так, слышу, ну-ка валите отсюда. Это наш, дед, мы его первые нашли. Это наш, дед, нам тоже план выполнять надо. А нам два плана выполнять надо. Так, мне надо покурить. Всем стоять! Сы, кто такой? Украинская таможня. Что, попался? Старый контрабандист. Вот кто сигареты фурами вывозит. Какими фурами? Это одна пачка. Где одна пачка? Там и пять фур. Все, давай, дед, оформляем, пошли со мной. Э-э-э, в очередь, в очередь давай. Если что, мы за вами. За нами не занимать, все. Так, мне лекарства надо принять. Дедушка, не нужно, а то опять кто-то выбежит. Нет, нет, мне уже интересно, внученька, чем это все хрен закончится. Всем стоять! Отдел по борьбе с котиками! А, с наркотиками! Да, правильно, арестовывайте этих наркоманов. Да нет, дед, ты мне нужен. Попался, я за тобой уже целый день в лесу охочусь. Э, это наш дед, он тут лес валит. Не, он здесь янтарь ворует. Да он олигарх просто контрабандический. Ну да, он же под наркотиками. Это наш дед! Добрый день, добрый день, это телеканал «Честных новостей». Только что была задержана крупная партия леса кругляка. Этот милый, на первый взгляд, дедушка обвиняется в массовой вырубке леса в Украине, а также добыче янтаря и контрабанде. Дедушка, миленький, это правда ваша внучка? Да, все верно. Супер, из этой фразы смонтируем чистосердечное признание, погнали. Вы что, я в жизни ничего не украл. Вот вам крест. Господи, ну вразуми ты их всех. Деда, а что ты с вертолетом разговариваешь? Всем стоять, это рыбинспекция. Дед и внучка, вы обвиняетесь в вылове всей рыбы. В лесу рыбы нет. Это потому, что вы ее все выловили. Кыш, кыш отсюда. Что происходит-то, а? Поехали с нами, поехали в управление, разберем. Нет, я без внучки никуда не поеду. У него заложник, внимание, у него заложник. Спокойно, дед. Не чуди, отпусти ребенка. У меня на связи руководство, говори свои требования. Мои требования, мои требования, чтобы в стране сажали виновных, а не искали крайних. Чтобы в стране закончилась коррупция. И чтобы думали не только о себе, а хоть чуть-чуть о будущем поколении. Вот мои требования. Понял, понял. Дед, я поговорил с начальством. Они не могут выполнить эти требования. Им проще дать миллион долларов и вертолет. А что ж происходит-то? Деда, а эти все люди вроде должны нас защищать. Да. А на самом деле они защищают свое начальство от нас. А зачем? Зачем, чтобы они наворовались и уехали из этой страны. А самое обидное, знаешь что? Что? Они-то уедут. А жить в этой стране вам. Ничего, деда, мы справимся. Дядя, возьми меня на ручки. Дед, подержи пистолет. Ох, возьму, конечно, чё уж не взять. Спасибо, ты очень добрый. Смотри, котик. Ох, о-о-о! Э, девочка, успокойся, девочка. Я-я-я-я-я! Я лучше сам. Внученька, кто тебя так драться научил? Дедушка, жизнь научила Я же в государственный садик вхожу Ну пошли, надо сжать веточку Руки протри антисептиком Да вы задолбали со своим антисептиком Вон ёлку попшикали, она вся осыпалась Да может оно и через ёлки передаётся, кто его знает Маску надень А вы чё без маски? Мне в ней трудно дышать, а ты надень Сашка, ну действительно, Новый год уже практически начался, а ты до сих пор без маски Ладно, хорошо Какую одевать? Праздничную или повседневную? Ну конечно праздничную Может хотя бы когда часы 12 будут бить, маски снимем Вот правильно ребёнок говорит, потому что есть традиция такая Как ты Новый год встретишь, так ты его и проведёшь Не умничай Давайте так, расставим всё на столе и тогда снимем маски Так сейчас положено, чтобы надёжно спрятаться от этой заразы Типа когда коронавирус к нам придёт, он вас в маске не узнает А я специально на вас пальцем покажу Одна у меня-то рада Ты внучек умный, красивый В кого ты такой? Слушайте, бабуля, а вы в каком платье Новый год встречать будете? В синим или в зелёным? Или в обоих сразу? Очень смешно Похочешь ты Слушайте, а давайте вообще Новый год будем в разных комнатах праздновать? А? Слушай, я вообще не понимаю, как ты с таким отношением до Нового года дожил? А потому что я не верю в этот вирус вообще И антисептик у меня двойной перегонки Думаю, дело не в антисептике Просто животные не болеют Вот вы смеётесь, а между прочим, следующий год это именно мой год Да-да, год тупого быка Не тупого, а белого Во-первых, я сильный и здоровый, как бык А во-вторых, я беленькую люблю Лёшка, куда? Руки иди вымы с мылом Бабушка, я их мыл 15 минут назад Ну ты же папу трогал, а он заразный Ладно, давай я тебе водочкой руки протру Я вам сейчас протру Посмотрите на неё Вон, карвалолом своим протирайте, он тоже на спирту Ладно Так, садитесь все за стол Отмечать Новый год Блин, ну у меня, конечно, такое ощущение Что мы этот Новый год с марта встречаем Чего это? Да потому что сидим постоянно за столом Жрём вон вчерашнее и ждём, когда президент что-нибудь по телевизору скажет Так, всё-всё-всё-всё Вот Всё готово, можем снимать маски Давайте снимайте Так, ну что, давайте по 50 Приготовились Фу Что с мандаринами? Я их прокипятила Их есть невозможно Зато безопасно, Лёшенька Надо всё кипятить Эта болячка страшная Так по телевизору сказали Вы меньше этот телевизор и новости смотрели А это не новости Это экстрасенсы говорили А они не врут Что ж наши экстрасенсы За 16 сезонов Ни разу коронавирус не предсказали Что, по сценарию не было написано, да? Так, Саша Побрызгай себе руки антисептиком Слушайте Я вообще вам так скажу Я этого коронавируса вообще не боюсь Чего? Потому что на мне кредит висит Если что, меня коллекторы откачают Ну давайте вздрогнем уже по писяшке, а? Поехали Сейчас, сейчас О, Дед Мороз пришёл Чего? Этого ещё не хватало Ура, Дед Мороз! Он заразу нам принёс Бабун, но Дед Мороз ведь сказочный персонаж Как он может заболеть? Ну, вон даже президент заболел А знаешь, какие он сказки рассказывает? Как вы всё-таки задолбали со своей политикой? Точно, в этот раз президента смотреть не будем Чего это? Вирус новый, малоизученный Может, оно и через телевизор передаётся Дед Мороз пришёл! Есть кто дома? Пойду открою Не пускайте эту бациллу ходячую! Чего это не пускайте? Я ему 500 гривен уже дал, пускай отрабатывает Малька! Саша, это такие деньги! Ты вообще не умеешь обращаться с деньгами! Пффф! И это мне говорит внучка великой финансистки Которая вложила все свои пенсии В ценные бумаги Обуховского комбината У нас вон из-за этих акций Клёшке в комнату даже зайти невозможно Так, ты, дед, скажи сперва У тебя ПРЛ-тест есть? Может, ПЦР? Не умничай! Есть или нет, говорит? Да есть, есть У меня и все справки, и прививки, и... А от Коклюша привился? Бабушка, ну это лиснее Лучше перебдеть Есть прививки у тебя все? Да всё, говорю, у меня есть Дед Мороз подготовился А ну давай, просунь всё под дверь Сейчас, сейчас Давай я возьму Подожди, Вика Бабушка, лучше перебдеть Ну всё, ну хватит уже Ладно, куда? Перчатку надень О господи И лучше перебдеть Всё, всё надела вот Подожди А пускай Сашка лучше возьмёт Но его не так жалко А, это поэтому именно я в магазин хожу, да? Сашка, ну чё ты начинаешь? Ну действительно, давай и ты посмотришь Блин Ну чё там? Да ни хрена тут не разобрать уже Вы своим антисептиком побрызгали Все буквы порасплывались Так а что делать? Все буквы размыл, зараза Слушайте, так у меня есть все справки в электронном варианте Давайте я вам на Вайбер отправлю Давайте Давайте на мой номер Подожди Не открывай Вы чё делаете? По пси уже что ли? Бабуля Лучше перебдеть Блин, третий телефон угробите Ну чё там? Ну Вроде всё нормально у него Всё отрицательно Слушайте, да у меня даже борода из стерильной ваты Ну отлично Оставляй подарки под дверью И вали отсюда Что значит вали? Вы чего? Я же ему аванс дал Бабушка, пожалуйста Ну ладно Так, только подготовиться надо Куда? Дай лапочку Лапочка Давай Давай, давай Я тоже продезинфицируюсь Давай Оп Всё Все готовы Ну Заходи Добрый дед Сука Глаза Подожди Ты хрена Всё, теперь можешь Я Дед Мороз Я шёл, друзья, к вам Он пошёл вон отсюда Да что ж ты, сараза Вика, вызывай скорую и полицию Скажем, что он грабитель Да вы мне ещё деньги должны Вы чё, больные, что ли? Ну, кашлянул человек Ну, поперхнулся Всё ж, теперь не кашляет Чё вы делаете? Да, пожалуйста Сейчас же Новый год Я хочу посмотреть на Деда Мороза Хочешь посмотреть? Сейчас Вот тебе стульчик Вот тебе глазок Смотри Дедушка Мороз А что ты нам принёс? Это сюрприз Хватит нам сюрпризов в этом году Ну, говори, что у тебя там Ладно У меня конфеты И Мэйден Чина Конфеты у меня Давайте его впустим Ну, пожалуйста Ну, действительно Давайте пустим уже Так Хочешь Деда Мороза? Вот бери К табуретку Иди В подъезд И сиди там с ним Ну, только знай, что Две недели с ним там и просидишь Ну, бабушка Ну, пойми Если ты в этом году Дедушку Мороза увидишь То в следующем году Можешь не увидеть бабушку Дед Мороз Заходи А ну, стоять Кто ж ты такая-то? Температуру у него проверьте Логично Вы что, вообще уже? Это же Дед Мороз По его показаниям Температура Его сразу надо в морг отправлять Дед А ты кого до этого поздравлял? Никого А от вас так спиртом несет Как будто вы с утра всех поздравляете И глаза красные Вы же сами мне в лицо спиртом пырсули А потом еще по печени дали А, ну, логично Слушайте, давайте его уже запустим Действительно Ладно Последняя проверка Задержи дыхание Хорошо Ну, если вы после этого меня не впустите Я уйду Понятно? Ага Давай, Дед, держись Ты уже на финишной прямой Пожалуйста Так Так Слушайте Так Выбуль А ну, Кыш Ну, действительно Что вы делаете? Он там сейчас крякнет Лучше вон, чем мы Так Так, все Я его запускаю Идите Да Давай, Дедуля Заползай Добрый дед А стоять Кто ты? Пусть по скайпу поздравит Точно, Сашка Пусть он Лешку по скайпу наберет и поздравит Слушай, Вика Ты такая умная Че ж ты по скайпу прически не делаешь и маникюры, а? Саша, будешь выделываться, будешь спать со мной по скайпу, понял? Что вы, взрослые, только не сделаете, чтобы детям праздник испортить? Эй Действительно Что вы за люди такие? Давай, Лешка, попейся Саша Извини Ну, ладно Ну, давай попейся Саша Ладно, говорю Пускай его Но только мы сначала костюмы новогодние подготовим Ура Идемте, идемте, костюм Дедуль, ты там еще? Заходи А бабка ушла? Ушла? Ага Да ты не обращай на них внимания Они ж шибанутые, у них даже справка есть Саш, продезинфицируй там его Да-да, сейчас как раз этим занимаюсь Давай, дезинфекция спешки не любит Вперед Вы что там, пьете? Да дед Сока выпили немного Для поднятия иммунитета Ну, давай рассказывай Что там в мире вообще происходит? Да хреново все Люди в меня вообще перестают верить У вас еще нормальная семья Да, несмотря ни на что Нормальная семья А так бывает Приезжаешь и говорят Откуда? С Лапландии Все Будь добр Две недели на карантине В подъезде сиди и жди Здравствуй, дедушка Мороз Борода из ваты Алешка тебя уже тут сождался Одну секундочку А раньше для деда Мороз Другие костюмы надевали А ну понюхай, чем пахнет Бабушка, ну это лишнее Я хочу убедиться Что человек запахи чувствует Да вы что делаете? Вообще уже что ли с ума сошли? Что? Просто чихнул Да блин, зима на улице Люди чихают Что тут такого? Дотя, бежим Тут все заражено Я вещи собирать Какие вещи? Я говорю, все заражено Бежим в деревню ко мне У меня пересидим Ааа 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 Лучший Новый год за 5 лет Так, ну что Дедуля Чем дезинфицироваться будем? Беленькая или Односолодовая у меня есть? Да мне в принципе без разницы Я все равно ни вкусов, ни запахов не ощущаю Бабуля Бабуля, стойте Я же без вас в деревню не доеду Бабуля Останный день року 31 грудня Так, ой Это наверное Галинка Драть Ну так быстро, быстро Великое Святковое Всех вам блог Новоречное Шоу-концерт Тут такая тусовка намечается Дизель-шоу Это самое доброе шоу Это ваше любимое шоу Это самое лучшее шоу Из всех На нашему YouTube-канале Редактор субтитров А.Семкин